всем доброе утро это я сегодня в таких штанишках маечка серьги у меня сегодня красивый мне кажется а еще у нас на улице такая парилка духота вообще даже не понятно что это вообще осенью на то в общем мы уже почти кстати цветок постоянно на него смотрю и думаю надо мне его полить надо мне его полить и не поливаю полюби меня такого мне сегодня клиентка принесла журнал она мне всегда доставляет журналы они дома читают их а потом чтобы не выбрасывать не приносить здесь мои клиентки любят почитать журнальчики вот пускай сидят и читают я зато мне не надо покупать я не то что он стоит всего евро но я забываю покупать мимо иду и забываю так что вот так я уже собираюсь домой после обеда сегодня меня тоже есть работа фон понятно пятница не знаю как успеем не успеем есть клиенты в общем поживем увидим чел гадать то правда еще надо что-то я вчера так и не придумала хотя я придумала я хотела котлеты на пару сделать но я их забыла достать заморозки может пути они меня на пару так замороженными сделаются напишите в комментариях можно замороженные котлеты на мат на пару готовить они разморозятся то есть они приготовятся или нет я так никогда не делала и салатик сделать попробую но вы все равно пишите и я вам расскажу сырые они или нет такая движуха что-то вообще машины со всех щелей лезут обычно у нас так спокойно поэтому по стеночке идем духотища такая солнце так печет ужас на море там что-то как-то не очень спокойно и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok вот так вот красиво собираются дружечка такая остается здесь карманы которые я тоже не пользуюсь но они есть здесь стрелка которая все-таки наверное уменьшает ноги вот и длина ну так как я завернула можно по длине их они мне тоже очень понравились это киаби мне кажется классные джинсы и я тоже очень часто надеваю нос чешется чему бы это в общем вот такие джинсу ли тоже их довольно таки часто надеваю и мне кажется они очень мне идут и в них очень удобно и нигде не жмут в общем хотя они не стречевые это такая плотная джинса в общем но мне они кажется очень идут как вам вот такие мне джинсу ли мне кажется не классные и за счет вот этих вот рюшечек такая какая-то романтическая атмосфера создается что я такая прям девочка-девочка да так вот еще я купила вот такой свитерок он из натуральных тканей сейчас скажу с чего хлопок по-моему магазин пинки какой-то пинки в турции сделано ну где пятьдесят процентов котон на 50 акрил это понятно 80 процентов потом я хотела давно там себе такой знаете легенький свитерочек который вот можно надеть даже и он стоил что-то 10 евро по моему со скидкой поэтому я решила взять мне кажется с этим штанами он очень подходит это такой обычный базик но мне нравится он такой приятный к телу знаете не так вот как майка такой вот и очень не такой понравился скажем так вообще все вещи которые я покупаю мне очень очень нравится и расставаться с ними для меня это я это делаю очень редко куда у меня уже скука вещей очень вот это все покупки но наверное 22 месяца за два месяца может быть даже за три вот это вот со скидками купила эти брюки нет без на обед у меня сегодня салат и курочка гриль здесь все кости которые были крылья все собрала и ляжку положила наверное не съем а так я люблю косточки так что вот так а на десерт у меня черемоя экзотический фрукт будем лопать с вами вместе черемоя тоже это такой это вот такой фрукт я вам показывала много раз дерево где оно растет кстати растет оно только во всей испании в нашей зоне малого граната вот вот в южной части португалия еще растет больше нет транспортировать ее очень сложно потому что это очень фрукт такой скажем так быстро портящийся блин волосы чарли везде везде так как ее едят я вот эту часть вот так достаю и выбрасываю теперь разрезаю пополам обычным носиком здесь вот такие косточки есть его как нужно как киви я киви точно так же ем и вот так вот достаете опс и урок и косточки выбрасываются сладкий на чё похож не могу сказать на что похожи не на чё не похожи на черемой похожи кто-то там находит какие-то вкусы клубники ананаса я ничего такого не нахожу я его не очень оно очень калорийно кстати черемой мне очень много сахара потому что очень сладкий по мне как бы он не то что я его не люблю 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 не люблю обычный фрукт долгоиграющий знаете как семечки вы кушаешь кушаешь сейчас может батарейка сесть из него делают мороженое щербеты вот разные всякие прокладительные напитки пробовал варенье с черемой такая бяка у него нет ярко выраженного вкуса вот допустим какой лубники или апельсина такой какой-то вкус нейтральный просто сладкое что-то сладкое вот если вам дать попробовать что-то даже не определить что это такое косточки конечно здесь дофила сейчас самый сезон черемой как и авокадо как и мангу сейчас вот его можно попробовать не знаю продает в россии или нет но и вот транспортировать очень сложно и вот так вот так вместо йогурта водится ну семечек это ужас попадаются другие там меньше семечка что-то в этом вообще дофила видите дорогущий не из дешевых удовольствий этот фрукт хотя я вчера проходила между фруктовых магазинах вот эти как два марокканца не там мне даже написано война манга у них мангу продается вот кто дешевле поставить ой я не могу 59 центов представляете мангу когда в магазине 250 или 3 евро вот эту 1 59 у другого 69 центов но я не могу ну тебе пожалуйста с одной стороны взял открыл рядом с ним магазин и торгует но это уже предел наглости мне кажется буду продолжать лопать и смотреть большой брат я вчера не досмотрела пыталась уснуть рядом рано ничего не получилось вспомнила что не зарезервировала себя сумбу в 12.30 полезла в телефон чтобы сегодня пойти на сумбу там места резервируются за 24 часа но места быстро расхватываются не могу без места остаться мне как-то не охота машинка стирается сейчас пойду вешать кстати у меня там вся спортивная одежда если не повешу то мне не в чем идти хотя есть одни там вот такие вот у нас пироги 200 грамм черемоя 150 семечек вы пробовали черемою вообще скажите может быть она уже везде продается а я не в курсе я я морзила пару штук в россии когда последний раз была чтобы попробовали родственники ну много тоже не увезешь потому что когда едешь в россии столько подарков нужно везти а везти можно всего 20 килограмм 20 килограмм что там напихаешь ничего не напихаешь тем более если зимой езжу одежду уже нужно кашкует зимнюю везти в общем вот такие дела кожа выбрасывается она не естся ужас сколько семечек смотрите с половинки сколько семечек видите вот так она естся представляете сегодня в раздевалке захожу народ уже мало потому что уже поздно стоит одна арабка ну не знаю откуда она в мароку наверное девочка ну какая девочка ну лет 18 наверное ей 16 может быть в общем в шапочке с бассейна вышла и по телефону базарит с видеозвонком ну я значит иду такая прикрытая полотенчиком она значит стоит вот так вот и не знаю вот вроде бы как нельзя же такие вещи делать да в раздевалке блин видит женской тем более с кем-то там базарит блин я в этот ящичек свой чуть ли вся не залезла ой потому что мало ли чуек ногоит там на своем мукалямалякает блин хоть бы постыдилась да как то вообще и типа себя снимает какая вот она такая вся спортсменка какая она вот в спортзале ой в этом бассейне плавала и я сзади с тетями такая ой я злилась такая стою думаю если сейчас она не перестанет но она вот то говорю я что-нибудь ей скажу но потом она правда додумалась убрала ну это вообще пипец какой-то в женской раздевалке с этой я в следующий раз камеру возьму и тоже буду снимать вам такой вот репортаж ой не могу в общем все я уже дома пришла вся запарилась как всегда пока дошла у нас такая духотища сижу остываю сил больше вообще нет никаких я наверное даже встать не смогу так что буду сейчас с вами прощаться до завтра завтра у нас кстати короткий у нас завтра выходной в испании никто не работает правда магазины все открыты поскольку ну сколько я знаю ну праздничный день но я же как это мои бабушки то они даже и не понимают что какой то там праздник в общем я откроюсь на до обеда поработаю не знаю сколько придет но я так своих некоторых предупредила что я откроюсь но не всех половина сегодня пришли ну чтобы разгрузить день знаете чтобы и завтра не было много и сегодня в общем завтра я до обеда работаю после обеда не знаю что буду делать в общем поживем увидим так что подписывайтесь на канал ставьте пальчики вверх и всего вам самого лучшего приятных выходных и удачи и всем пока пока до завтра до лезвих до меня до